Акцию провели как символ дружбы и единства жителей Кубани. Мирно соседствуют в крае сегодня сотни народов. Каждый уважает культуру и вероисповедание друг друга. В этом есть сила не только нашего региона, но и всей страны, сказал Вениамин Кондратьев во время праздничного митинга. Неважно, какое у нас вероисповедание, неважно, на каком языке мы говорим, главное, что мы говорим, чему мы учим наших детей миру, добру, труду, взаимопониманию, взаимоуважению, ценностям, которые одинаково велики и истинны для любого народа и любой национальности. Мы все хотим жить в мире. Друзья, мы все хотим жить в сильной, экономически развитой, независимой великой России. И это желание у нас общее, единое. И вот в этом единстве, только в этом единстве наша великая сила. С дружеским визитом в честь праздника Краснодарский край посетил председатель Государственного совета Хассе Республики Адыгея Владимир Нарожный. Также земляков поздравил член Совета Федерации Владимир Бикетов. Жители Адыгеи и Кубани всегда питали друг другу самые искренние и теплые человеческие чувства. На протяжении многих десятилетий адыгов и казаков, жителей наших регионов, связывают прочные экономические, культурно-исторические, духовные, просто, добрые, товарищеские и родственные отношения. Святые узы дружбы, братства и куначества одинаково трепетно и уважительно почитаются в Краснодарском крае и в Республике Адыгея. День единства. Он показывает сплоченность нашего народа. И вот здесь, на площади, мы видим яркую демонстрацию этой сплоченности. В одном ряду, рядом стоят представители разных политических партий, общественных объединений, организаций, ветераны, молодежь. Вы своим присутствием, находясь здесь, плечом к плечу, показываете готовность ежедневно, своим трудом укреплять могущество нашей великой Родины, могущество нашего любимого Краснодарского края. А если потребуется, то и стать на его защиту. Продолжился митинг праздничным концертом. Перед краснодарцами и гостями города выступили лучшие кубанские коллективы и звезды российской эстрады. А завершил торжество большой фейерверк. Вы в курсе, что спустя 26 лет в микрорайоне КСМ открылся обновленный Дом культуры? Его новый статус – Центр национальных культур Истоки. Капримон длился полгода и уже сегодня там работают десятки кружковых секций для местной молодежи. Здравствуйте, я Инга Габеша. И на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Здание на улице Труда построено еще в советское время. И теперь, получив вторую жизнь, Дом культуры по-прежнему остается единственным культурно-просветительским учреждением на почти 20-тысячный микрорайон КСМ. Теперь Истоки – это символ сохранения традиций, обычаев, обрядов, языков различных народов. Сам Центр торжественно открылся буквально недавно. Директора там назначили еще 4 года назад. Им стал председателем Грузинского городского культурного центра и верия доктор педагогических наук и профессор Семен Учадзе. Здравствуйте, Семен Семенович. Здравствуйте. Поздравляем вас и всех жителей с долгожданным открытием Дома культуры. И расскажите нам, пожалуйста, как так получилось, что именно вы стали директором этого учреждения? Ну, во-первых, за поздравление большое спасибо, потому что очень значимое для нашего микрорайона и для окружающих сел это значение большое имеет. Ну, а получилось, на одном из совещаний, как раз у главы города был диалог, и как раз я уже не стал баллотироваться в депутаты дальше, ну и возник вот такой вопрос. Я говорю, мы давно собираемся сделать Центр национальных культур, это все. Ну и пошел разговор, говорю, а вы согласитесь быть директором? Я говорю, почему нет? Потому что есть интересная перспектива с людьми работать, помогать и находить таланты, которых много, и надо эти таланты шлифовать. Просто так они сами не вырастут, ничего. Ну и вот на этом порешили, и буквально несколько часов мы еще отдельно, Антон Николаевич переговорил по проблемам, по вопросам, и он по его указу был назначен директором. Ну, оттуда все и пошло потихонечку, стремились, гадали. Вообще-то история очень интересная, потому что, будучи депутатом, мы много раз писали, и мы тронули почти лед, чтобы передать его городским властям. Но, честно сказать, у депутатов сил не хватило. Я где-то с полсотни писем послали, потому что его могли перепродать, вообще перепродать. А перепродали бы, его снесли бы, потому что он никому не нужен был бы. И там высотку или что-то поставили бы. В советское время этот дом культуры именовали строителем. Обновленный Центр национальных культур получил название «Истоки». Почему именно так? «Истоки», потому что, понимаете, как-то символично. Вот сам микрорайон Кесеем, где находится, и «Истоки» – это и речка Сочинка идет с гор, прям упирается в микрорайон. И Верхний Юрт, Шаумян, иногда называем Верхний Юрт, Шаумян, Барановка, эти солы – все. «Истоки» – начало. Начало всего. Потому что главная задача нашего Центра сегодня – это воспитание детей. Ну, естественно, привлекать мы будем. У нас даже был хор до этого, 78 лет женщины. Понимаете? И мы это будем тоже. Потому что надо уделять внимание и молодому поколению, возрастающему, ну и среднему возрасту, ну и немножко взрослому, которому 78 лет. Ну, контингент вам знаком. Вы не один срок были депутатом этого района. Поэтому вам, наверное, легко. Не то, что срок. Я же там школу заканчивал. И вот когда в 75-м году строили, я принимал участие с дядей Колей. Это Николай Михайлович, который был директором. Так что мы старый клуб ломали, там недалеко стоял. И этот новый я принимал участие и помогал им, насколько это возможно было. Так что это все знакомо. И считать, что в этом микрорайоне я и вырос. На самом деле, очень уж долго здание заходилось в запустении. За время застоя оно успело побывать и в частных руках. Перепрофилироваться в цех по пошиву обуви, сварке труб. Хотели его даже продать под офис «Мерседес». Что раньше мешало восстановить здание? Все дело было в финансах? Все дело было в правовом статусе. Его же забрал край Совпроф под себя. И за долги строителей. Ну, глава Сочпестроя распался же. Распался, знаете, как безграмотно. Союз рушился безграмотно. И долги там выплыли, где их и не было, в принципе. И его забрали за долги в краевую собственность. И в этом была вся проблема. А край кому-то его перепродал. Или в аренду сдал долгосрочную. Потому что мы до конца так и не выяснили. И мы не могли до нее дойти. Я же говорю, столько лет мы писали письма. И так, и так. И это было очень сложно. Раньше там все процветало. И кино там показывали. И постоянно музыка играла. Постоянно. Постоянно. Потому что уникальный человек, Арнаухов Николай Михайлович, дядя Коля, мы его называем. Потому что из старшего поколения. Он сам пишет стихи и музыку. И он заводил всех этих дел. Всю дорогу. Понимаете, когда есть инициативный человек, вокруг него все вертится. И люди же были немножко другого склада. Понимаешь, не было интернета. Постоянный телефон. Сейчас даже сложно с внучкой разговаривать. Я с ней разговариваю, он нет-нет и смотрит что-то в телефон. Где-то что-то. И вот это немножко отвлекает людей. А это как раз народное творчество, которому... Потому что и само название вот это. Это все Анатолий Николаевич. Потому что все должно вместе быть. Там даже у нас был митинг, где коммунисты говорили, почему Центр национальных культур. Говорят, только армяне, грузины. Я говорю, вы знаете, национальность. Русский не национальность. Белорусс не национальность. Я говорю, это как раз и есть национальные корни нашей страны. Всех вместе. Я говорю, вы не путайте. Грузины, армяне, греки, русские, белорусские. Все одно сегодня. Граждане России. Так что, ну они как-то немножко... Они что-то ругают, что коммунисты, что-то такое отрицательное. И не всегда находят и начинают себе... Ну и вот такая ситуация. Ну да, это нормальное название, нормальная ситуация. Дом культуры, Центр национальных культур. В нашем многонациональном городе. Абсолютно. Абсолютно. Потому что и работа же будет та же. Вот сегодня, как ее не назови, да? Мы же работу какую будем вести? Именно по культуре. По искусству. Там немножко спорт приобщаем. Там еще у нас есть будущие планы, где будем пристраивать и спортивный зал. Но это уже... В следующий год эти все вопросы будут решаться. Потому что микрорайон сам большой. Он давно вырос. Сам микрорайон 7 тысяч жителей, населения. И три села, которые к нему сходятся. Все же уходят в 20-ю школу. Там же, рядом. И эти села почти соприкасаются с микрорайоном. Там 8 тысяч. 15 тысяч жителей, у которых нет ничего толкового очага. Культуры не было. Есть там в двух селах маленькие залы культуры. Но это не решает вопросы. Здесь нужны классы. Здесь очень серьезная работа. Даже многие не поняли, нам спонсоры подарили несколько красивых парт. Мол, для чего здесь, в Доме культуры, парты? Я говорю, как же вы хотите обучать человека красиво петь? Красиво. На русском, на грузинском, на белорусском. Когда человек не знает толком буквы, как выражается, диалект не знает. Ну не может. Как же мы песни научим? Я говорю, элементарно. И когда человек за партой сидит, я говорю, даже, вот смотрите, возьмем мы с вами байник. Если байник каждый раз будет вызывать, что-то клапан запал, это кого он будет вызывать? Он должен сам рассложить. Он должен сам разрисовать. Раскрыть баян. Сам должен все это знать. Тогда он будет хороший байник. Так же, как и вокал и прочие стихи, если ты не знаешь языка. А я вам скажу, сегодня русский язык мало кто говорит хорошо. Сегодня даже такие курсы, как дикторы, ушли. Я только знаю из национальных людей одного человека, я потом назову вам ее, который по-русски говорит настолько красиво, что просто я обожаю, не только я, сотни людей обожают этого человека за красивый русский язык. Он не простой русский язык, он сложный, потому что мало где в языках бывает. Пишется одно, произносится по-другому, и в этом ошибки русского языка для многих. Хотя язык очень красивый и колоритный. Народные песни, это вообще фантастика. Я говорю, парты нужны, чтобы обучить людей немножко. Школа не дает всех. То есть, работу с детьми начинаете также с истоков. А именно, и весь смысл такой, что обязательно. И вот Анатолий Николаевич, когда недавно был, он очень большое внимание уделяет национальным центрам, детям. И он сказал, что вот сегодня, допустим, у нас там играли на барабане музыканты, песоэлиты, были с юбилейного. Они показывали пример ученикам 20-й школы, и те уже загорелись. Потому что здесь не было центра, а там есть центры. Там уже ребята вот такие небольшие, второй, третий класс уже и на барабане, и на трубах играют. А нас еще не могут. Вот мы привлекли тех, чтобы эти видели. Вот сегодня играют. Да, наши гости с юбилейного и лесаэлиты играют, а наша 20-я школа уже за ними наблюдает. Я думаю, что через несколько месяцев уже они будут подходить потихонечку, учиться. Но для этого работать надо, естественно. В итоге деньги выделили. Напомню, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении средств краевого бюджета на ремонт и укрепление материально-технической базы 64 муниципальных учреждений культуры. В частности, на реконструкцию Центра национальных культур истоки в городе Сочи выделено, если не ошибаюсь, 11 миллионов. Что удалось сделать на эту сумму? Я вам скажу, что сегодня вообще бюджетный кодекс особый, он начнет софинансирование с краем и софинансирование город, муниципалитет с краем. Я вам скажу, что Кондратьев это как раз тот человек, который по-новому поднял мысль культуры, мысль спорта, ну все по-другому заиграло. Мы еще не были открыты, к нам уже приезжала Виктория Юрьевна, министр культуры, очень обаятельный человек, и не то что обаятельный, вот просто прошла, и думаю, кто-то не обратит внимания, видит все, где правильно, где неправильно, эти кресла куда годятся, это что, моментально, вот она побыла у нас где-то минут 40 и оценила всю работу нашу. Мы ей все, конечно, показали, представили, все это, но это, естественно, краевая забота. Не может быть сегодня муниципалитет отдельно, край отдельно, идет под общим командованием, но, естественно, идет сверху с Кремля, и все это сегодня в положении, что немножко взялись за людей, за нашу культуру, чтобы мы не забыли. Вот пример, что сотворили в Сирии, что ИГИЛ, что не работали нормально с людьми и упустили этот фрагмент, и особенно если молодых упустим, то их уже не догонишь нигде, и потому наша задача работать и работать, но это все вместе. Нельзя не согласиться. Итак, что удалось? Поменяли и внешние облики, и внутренние? Я вам скажу, что много внутри переделали, много интересного сделали, потому что сделали кабинеты дополнительные, хореографический зал с зеркалами, его не было никогда там, чтобы заниматься хореографией. Потому что любые танцы, если немножко ты не поработаешь в зале хореографии, с зеркалом на стойках, все эти приседания, все эти медленные, ну, понимаете, там целое искусство. Я понимаете, многим кажется, что я недавно вроде как бы пришел к культуру, да, и многие на меня так со стороны смотрели, что, знаешь, ну, как бы человек с другой стороны. Я говорю, ребята, да, я говорю, 27 лет руковожу и Верией, и ансамбль, и Верией, и Меретти, еще до них мы создавали, у нас все несколько вокальных групп было, мы этим занимались персонально, все мы занимались, так что и концерты проводили. Я сам ведущим был несколько лет, ведущим, когда под рукой, ну, получилось так, один заболел, сам ведущим был, так что знаком и с танцами, и с песнями, и с культурой, иначе я туда не пошел бы. Понятно, спорт это у меня, одно было политика, там это другое, но я с культурой с детства был связан, мы еще, начиная с 4-х лет, мы уже танцевали в нашем доме культуры на пластунке, оттуда истоки наши шли, так что это, я обращаюсь к управлению культуры, я не посторонний человек в этом деле, я давно-давно, многие еще даже не родились, когда мы этим делом занимались. Однозначно, наслышаны. Как говорится, и форма, и содержание находятся в единстве, капремонт, конечно же, облагородил здание, а что с развитием центра, как он будет функционировать, какие кружки там откроются? Одним словом, какую работу планируете проводить с местными ребятами? Ведь ранее, если я не ошибаюсь, детские секции на КСМе функционировали только при 20-й школе. Очень много кружковой секции, но сегодня в чем еще проблема вот такая? Смотрите, значит, вопрос в том, что у нас не очень гибкая политика в бюджетном вопросе. Вот сегодня мы закончили ремонт раньше срока, в принципе, он должен был идти до 30 декабря. Но в связи с тем, что торопят события, ну, нельзя продлевать то, что не надо продлевать. Мы быстро закончили, сделали красиво, насколько это возможно, все. Но сегодня, чтобы набирать группы, это уже есть проблема, потому что пока еще с 1 января будет финансирование педагогов, методистов, хореографов. Так что мы начинаем проводить собеседование, смотрим несколько ассамблей, просматриваем. Так что, работа такая ведется. Там Аракс, армянские танцы, там наши имеди, грузинские танцы. И там еще, что самое красивое и интересное, есть группа, которая как флешмоб. Танцуют сразу 10-11 танцев. Грузины, армяне, русские, белорусы. То идет раз русские танцы, раз переходят в грузинские, раз переходят в армянские, раз еврейские переходят. Попури. Да, попури и дети все разных национальностей. Одни раньше владели только танцем грузинского или танцем русского. И теперь вот эта вещь, которая грамотно представлена, дети уже разбираются и понимают, где что, какая мелодия. Моментально перестраивается. Мы даже показали этот номер при входе, когда Антолий Николаевич, вся комиссия была перед открытием. И они все это видели. А это работать надо. Очень много работы надо. Театральная студия у нас создана. Готовимся к спектаклям ставить. Но это все работа будет и будет. Значит, белорусы там очень здорово начинают. Подключились. Подключились. Да, они на полном серьезе. Армяне, белорусы, греки подключились. Значит, славянские, естественно, славянка там работает. Ну, все работают, понимаете. Много групп. И начиная от духового. Сегодня же возрождаем духовые коллективы. Когда-то они давали такой, знаешь, ритм давали, жизнь давали. А потом упустили. Сегодня все это возрождается. Вокалы. Ну, много работы. Мы даже у нас есть в уставе, что начнем потихоньку. И художественную гимнастику для детей заниматься. Понимаете? Ну, пока борьба и бокс сложно, хотя мы взяли, у нас сцена сделана таким образом. Сцена, что мы можем на Кесеме проводить соревнования. Хоть по борьбе тренировочной сложно получается, потому что для этого особые... А вот на сцену, сцена большая, где можем проводить и боксерские турниры. Потому что это поселок, микрорайон, ну, сложный стал после, как строительство угасло. Очень сложный район. И чтобы вытаскивать, надо людей увлечь всем. И боксом, и борьбой, и художественной гимнастикой, естественно, всеми культурами, песнями, питанием. Предоставить выбор. Обязательно. А соревнования мы можем проводить. У нас даже есть боксерский рынок, который боксеры привезли. И вот перед Новым годом обязательно проведем турнир. Места хватает. Почти 250 мест в зале. Зрители. Есть раздевалки. И провести. И детей отвлечь от всяких гадостей, вы меня извините. И направить нужное русло. Потому что только нормальный человек может защищать страну, может дальше рождать детей. И дальше, чтобы везде кругом бить. Я, к сожалению, вот эти санкции. Американцы, англичане, ну, французы чуть поменьше, но они неправильно все ведут. Так не ведут с друзьями, с этими. Они завидуют нам очень сильно. Ну, я так считаю. Потому что богатая страна, и народ очень красивый, интересный, талантливый. Но надо этот народ талантливый поддержать всем миром. И сверху, и снизу. И тогда будет здорово. Ну, я не побоюсь этого громкого слова. Вы просто осчастливите детей микрорайоном. Потому что, насколько я знаю, до этого несколько кружков было лишь в 20-й школе. Да. То есть никто ничем не занимался. Да. Ситуация в том, что школа не имеет еще права все кружки проводить. Они нам предоставляли свою сцену. Мы там, вот эти 4 года, мы там проводили все концертные программы. По 10 концертов. У нас художественный руководитель Наталья Юрьевна, она грамотная такая женщина. Она понимает в этом. И мы артистов там, оттуда, своих. Потихоньку, пока наш зал не работал, мы там, 20-я школа была полностью задействована. Это очень здорово, когда школы, дом культуры, это одно целое. Там очень грамотный директор Татьяна Дмитриевна. И она понимает. Все это идет навстречу. Мы свои музыкальные оборудования представляли, которые мы купили. Короче, это очень здорово. Тем более, я вам скажу, расстояние от школы до дома культуры 75 метров. Семен Семенович, после всего сказанного вами, уже не сомневаюсь, что культурная жизнь в микрорайоне после открытия дома культуры закипит. Кстати, может, и кино начнете показывать, как раньше. Кино будем показывать обязательно. Есть много противников. Не показывать это все. Я говорю, а что нам мешает к этому? Уже даже ТОС подключился, что они это на себя берут. Все позволяет. И сцена, и все позволяет. Потому что зачем что-то обрезать? Это получается, как человек полноценный. Пол руки обрезали, этого мы не будем. Потом еще пол руки обрезали. И кино можно показывать. Мы не говорим, что это будет каждый вечер на субботу-воскресенье. Мы сегодня вообще думаем, такую задачу ставим, что не только раз в неделю, как минимум два раза в неделю. Один раз в середине для пенсионеров, для ветеранов концерты какие-то показывают. Да, абсолютно. А общую, если мы там два раза не будем проводить мероприятия для всего микрорайона, нам грош цена. А мы хотим иметь хорошую цену. И дорогую, и красивую. Удачи вам в этом желаем. А есть ли еще в центре свободные помещения? Вдруг после нашей передачи объявятся творческие активисты, которые захотят в Доме культуры открыть свою секцию или кружок с такими энтузиастами. Готовы работать? Абсолютно. Мы никого не убираем, потому что есть там, смотрите, во-первых, игра на нациальных инструментах одно. Кружки вязания. Там есть дизайнерская комната. Там есть художники, скульптура. Много разных. Народные промыслы. Любые. Потому что там, допустим, что не хватит для всех. Там 20 с лишним комнат дополнительных еще, кроме сцены. Но там расписание. Одни будут заниматься, в это время другие. Мы охватим всех. Лишь бы было желание у людей заниматься. Я вам скажу, что, конечно, больше это закипит с января месяца. Ну, осталось буквально, смотрите. Но за эти какие-то 40 дней, что осталось до Нового года, мы проводим собеседование и собираем коллективы. Потому что заниматься еще... Хотя иногда допускаю заниматься. Меня за это даже выговор сделали, что еще не открылись, а вы занимаетесь. А как же... Ну, как человека выгодно. Скажите, пришли дети. И сейчас не показать, они не знают, куда развернуться. Так что на свой страх и риск я это беру на себя. Тем более, это энтузиасты. Мы же пока никому что не оплачиваем. Но представить помещение, чтобы люди уже в январе были готовы, мы должны это. Конечно, ознакомиться с кружкой. Абсолютно, абсолютно. Всем доступ есть. Проходят, смотрят. Все. Мы хотим позаниматься. Хорошо. Вот вам методист, вот руководитель. И вы, чтобы они оценили, что этот дом культуры стал их домом. Они уже должны знать, где раздевалка, извините, где туалеты, где буфет. Все они должны знать, как в своем родном доме. И тогда и желание туда идти. А если мы сегодня не будем их пускать, он скажет, да я не пойду я туда. Ну так, ребенка вместе с мамой, капризной. Не вернется. Да. Не пустили. Один раз не пустили, второй раз открыли. Ближайший праздник, который планируете устроить. Значит, в любом случае перед Новым годом, конечно, дадим концерт в микрорайоне. Это даже сомнений нет. У нас до Нового года запланировано четыре мероприятия. Одну мы в школе проведем и, может быть, эти три проведем у себя. Потому что есть возможность сидения, есть сцена, есть, ну все есть, практически все есть. И коллективы уже наработанные. Но не только наши, но, допустим, центрального района. Мы сейчас других не трогаем, потому что других вообще мест не хватит всем заниматься. Но в центральном районе очень много коллективов. Сегодня они у нас выступят, завтра мы у них выступим. И многие, кто-то, которые у нас живут рядом, они уже оттуда перейдут к нам. Многие переходят. Бельканту, допустим, они переходят. Потому что мы на сегодняшний день, именно по структуре, мы сегодня бесплатно представляем все. А которые будут, допустим, там будет сегодня много идет по хозяйственной части. Ну это уже посмотрим юридически, какие хозяйственные договора заключать. Но основная масса будет, конечно, естественно, бесплатна. Но если будет плата, она будет мизерной, чтобы не ложилась бременем ни на родителей, ни на детей. В наших школах сегодня все же больше упор и акцент делают на образовательном процессе. Получается, воспитание подрастающего поколения вы берете на себя? Это безусловно. Безусловно, воспитательную, ну и, конечно, с элементами школы. Я же говорю, что мы будем учить правильному произношению, правильному этому. Потом правильное логистическое мышление. Потому что многие же от школы убегают, нам не хочется. А мы им и задачки дадим математические, то зададим, и это. Потому что человек мыслил, мыслил, понимал. Мышление должно работать. Тогда будет очень здорово. Конечно, воспитательное, это главное. Ну и воспитание в основном. Уважение, любовь. К старшему, ближнему, все это. И патриотизм, вы понимаете, это слово многие не совсем понимают. Без патриотизма мы сегодня не существовали бы в России. Я знаю, допустим, 10 человек идут в атаку. Из них трое-четверо могут сочкануть. Но вот эти, кто не сочкует, они ведут на себя все. Все на себя берут. Так что это очень здорово. Воспитание патриотизма, я считаю, главная задача. Но если кто-то скажет, ну сегодня немножко не хватает каких-то красивых вещей или что-то, это еще не вопрос. Если вот здесь в душе все нормально, потом будут и красивые вещи, все будет. Но главное сегодня вот здесь. Патриотизм и любовь к своей стране. Ну и городу, естественно. Семен Семенович, большое вам спасибо за интереснейшую беседу, удачи, успеха во всех ваших начинаниях. И пусть ваш энтузиазм никогда не угасает. Вам спасибо, вам радость и счастье. Благодарю вас за оценку. Очень приятно. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был директор Центра национальных культур истоки города Сочи Семен Учадзе. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok